Рестораны и бары в новогоднюю ночь могут работать хоть всю ночь. Правительство разрешило, но многие рестораторы уже сегодня от продолжения банкета отказались. В чем причина, узнавала Виктория Пушкила Отто. В эту новогоднюю ночь рестораны и бары могут работать без ограничения времени. То есть до самого утра. Правда, остальные требования остаются, как и прежде. То есть снять маску можно только за столиком. Также за столиком не более 4 взрослых и 6 детей. А еще между столиками дистанция в 2 метра или защитное стекло. Напоминаем, что в новогоднюю ночь обслуживать могут только людей с COVID-сертификатом. Сертификат не нужен детям до 12 лет. У детей старше 12 должен быть негативный тест на COVID-19. Или школьный тест, сделанный не позднее 72 часов. Запрещено организовывать танцы, игры, развлечения. Запрещена работа ночных клубов. Ну что это за празднование без музыки, без танцев, без программы. Так что это нам сильно не поможет. Но мы решили не работать в новогоднюю ночь. Если мы сейчас представляем Новый год, когда приходят все, нарядившись, танцевать как бы негде. Ведущего некуда поставить. И не совсем привлекательно. И просто, увы, мы сейчас находимся в такой ситуации, что мы должны жить с такими правилами. Но есть второй момент, почему большая часть из нас решила не работать. Во-первых, это двойная оплата. Это двойная оплата плюс ночные часы. Это уже цена продукта должна быть намного-намного выше, чем в обычный день. Не только мне, но и нашим коллегам многим звонили гости, клиенты и хотели, интересовались, будет ли что-то происходить. Они бы с удовольствием, может быть, сняли зал, зарезервировали, как бы отпраздновали. Но так как на те моменты тогда не было ясно, что будет, какие правила, конечно, многие из них, я даже знаю, кто, будет праздновать в соседней республике. Будут рестораны, бары, особенно в Старой Риге, которые будут работать. Они будут, наверное, ориентированы на публику, которая отметила 12 часов и уже 1 числа просто решили погулять по улицам Старой Риги. Я думаю, что будут приняты на эту ночь на работу дополнительные работники, как охрана, или люди, которые будут все-таки регулировать эти потоки людей, чтобы не было этого скопления. И полиция, наверное, тоже будет проверять, так что все будет строго.